Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Светлана Рай на даче. Дорогие друзья, сегодня продолжаем тему здоровья. И сегодня я хочу рассказать о такой замечательной ягоде, как клюква. Не многие знают о тонкостях, исцеляющих свойствах этой замечательной ягоды. Посмотрите, какая замечательная ягода, сколько в ней силы, сколько в ней здоровья. А ведь её можно и вырастить, и купить. И она у нас сейчас, эта ягода, вполне доступна. Её может купить сейчас любой и сделать для себя лекарство от природы. Вот именно, хочу заострить, именно лекарство от природы, дорогие друзья. Ну давайте начнём тему про клюкву обыкновенную, которая содержит в себе огромнейшее количество полезных веществ, которая произрастает на заболоченных местах и очень богата биологически активными веществами, минеральными солями, является одной из самых полезнейших дикорастущих ягод, применяемых для лечения многих заболеваний. Врачи рекомендуют её при нарушении обмена веществ. Малокровие, гипертонии, глоукомии, водянки, болезнях желудка, печени, поджелудочные железы, пиелоренефрития, диабетия, адиссоновые болезни, ревматизм, туберкулезе лёгких, атеросклерозе, ожирение. Клюква повышает прочность в стенах кровеносных капилляров, понижает содержание протромбина в крови, улучшает деятельность желез внутренней секреции. А сейчас я приведу несколько примеров и рецептов от некоторых заболеваний. Можете взять листочки бумаги, блокноты и кратенько записать то, что вам необходимо. Или потом можете остановить это видео, повторить и записать более подробно. Итак, дорогие друзья, первое – это инфаркт миокарда. Что нужно сделать? Пропустить через мясорубку 1 кг ягод клюквы и 200 г чеснока. Недаром я вот здесь уже положила свой замечательный чесночок, чтобы показать, что клюква с чесноком – это замечательное сочетание. Добавить 100 г мёда, всё смешать, закрыть крышкой и настаивать 3 дня. Затем принимать по 1 десертной ложке 2 раза в день до еды. Артрит. Молодые побеги и листья без ягод залить в соотношении 1 к 1 водкой. Настоять не менее суток. В стакан тёплой кипячёной воды вливать 1 столовую ложку на стойке. Принимать по полстакана 2 раза в день. Ангина. В одном стакане клюквенного сока растворить 3 столовые ложки мёда. Прополоскать горло, выплёвывая смесь. После каждого полоскания подержать во рту 2 столовые ложки смеси, потихонечку проглатывая. Пейло нефрит. 200 г очищенного картофеля. Натереть на мелкой тёрке. Отстоять 1-2 часа, чтобы осел крахмал. Затем осторожно слить сок без крахмала, добавить сырой клюквенный сок из 50 г клюквы и 15 г сахара. При обострении болезни, как только зазнобит и поднимается температура, съешьте 1-2 горсти клюквы и ложитесь спать. Вот как раз совсем недавно я немного приболела. Слава Богу, не очень сильно, но я знаю одно средство, которое моментально помогает. Недомогание почувствовалось как раз под утро. Я пошла быстрее растолкла свою замечательную клюкву пестиком, буквально несколько ягод, заварила её кипятком, чуть-чуть добавила мёда и выпила, и сразу легла под тёплое одеяло. И очень крепко уснула. Дорогие друзья, болезни как не бывало. Рекомендую этот очень простой рецепт, но если Вы хотите улучшить самочувствие ещё быстрее, сделайте так. Вот этот настой, отвар, который я сказала, из клюквы залить кипятком и добавить немножко мёда, Возьмите зубчик чеснока, прожуйте его, хотя это будет не очень приятно, но Вы должны прожевать это во рту, измельчить, скажем так, этот чеснок именно в полость рта, Вам будет сжечь. Вам будет скорее хотеться выпить воды, дёсна будет обжигать, но ничего страшного, потерпите. И запейте этим клюквенным морсом горячим. И Вы увидите эффект болезни, начинающих вот этих недомоганий, у Вас как рукой снимет. Если Вы хотите закрепить, повторите это ещё раз, когда Вы уже проснётесь. И эффект не заставит Вас ждать. Но продолжим далее, дорогие друзья. Именно съеденная на ночь клюква оказывает благотворное действие, особенно при беременности, когда лекарства противопоказаны. С Вашего разрешения сделаю глоток замечательного отвара. Этот отвар из моей любимой травы, шалфея мускатного. Дорогие друзья, далее опять начнём про нашу клюкву. Клюква. Лишай. Вы знаете, клюква лечит многие формы лишая, по поводу которого однажды ко мне обратилась моя знакомая. Я ей посоветовала просто обильно смазать этот лишай соком клюквы. Когда-то давно у одного старого знахаря я прочитала это в книге. И до сих пор это запомнила, друзья. Клюквенный сок лечит, заживляет очень многие вот эти лишайные, скажем, вот эти болезни. Так вот, через несколько дней у женщины не осталось никаких следов. И она пришла и сказала, спасибо большое, дорогая, что ты мне посоветовала именно клюкву. Также клюква очень хорошо лечит и грибок. Грибок на ногах. Вы можете просто смазывать клюквенным соком те места, которые поражены. И вы увидите. Намазали, значит, клюквой. Одели носки хлопчатобумажные. Это можно делать на ночь. Вот как раз именно вот этот период покоя, ну, на ночь, естественно, все это сделать на чистые ноги. Помогает уничтожить все эти патогенные микроорганизмы. И кожный зуд. Кстати, при кожном зуде растирают с 1,4 стакана свежего сока клюквы 200 грамм вазелина. И 1-2 раза в день тонким слоем наносят на кожу в течение 5-10 дней. Иногда этого бывает достаточно. У клюквы очень много, дорогие друзья, полезнейших свойств. Также она помогает выводить радиацию. Борется с такими страшными болезнями, как онкология. И, дорогие друзья, клюква просто незаменима. Просто как витаминная ягода на нашем столе. Просто употреблять или заваривать в чай, или делать просто морсы, которые в течение дня вы можете употреблять. Замечательная ягода. У клюквы много полезнейших свойств, однако и она не лишена противопоказаний. Ягоды отрицательно действуют при высокой кислотности и должны быть отменены при острых заболеваниях желудка и кишечника, при обострении язвы желудка и 12-перстной кишки. Нельзя пользоваться клюквой и при острых заболеваниях печени. Недопустимо сочетание клюквенных напитков и сока с сульфопрепаратами. Вот, дорогие друзья, вот такое небольшое, короткое видео я вам сегодня рассказала о пользе клюквы. Возьмите себе на заметку и вы сразу ощутите полезные свойства этой замечательной ягоди, которая должна, да даже просто необходимо быть на вашем столе каждый день. На этом я свое видео заканчиваю. Всем всего доброго, крепкого здоровья, понравилось видео ставьте лайки. Всем до новых и скорых встреч, всем пока-пока, впереди еще много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok